Приветствую вас! Что сделано, то сделано, вы не можете вернуть обратно в ситуацию, как бы сильно вы этого не хотели, вот, вы не можете ее изменить, не можете справить эту ситуацию, да и, наверное, не надо этого делать, потому что, ну, если вы это сделали, если вы переспали, с моим родным дядей, ну, значит, вам, наверное, этого хотелось все-таки, вот, и надо сказать, что для начала избавьте себя от таких мыслей, что вы в обязательном порядке, вот, сделали что-то душное или что-то плохое. Ну, переспали и переспали. Все уж, как говорится, теперь поделать. Нужно смотреть на ситуацию дальше, нужно думать о том, что вам делать дальше, нужно думать о том, как вам действовать дальше, и здесь я рекомендую вам поступать в следующем образом. Адапты, во-первых, ориентируйтесь на то, чего вы хотите. То есть, ориентируйтесь именно на то, что, собственно говоря, нужно вам. Вот, вот как вы хотите, так и нужно, в принципе, в этой ситуации себя вести. Если, например, вам приятен, скажем, дядя у вас, если вам приятно его внимание, пусть сделает предложение, если он действительно готов его сделать. Пусть он, правда, вам его сделает, если он вам приятен, опять же, если он вам приятен, то зачем против себя идти? Чего стыдить? Ну, если он воспал к вам страсти, если он действительно, может быть, в вас влюбился, и так далее. Ну, чувствую человека, ведет себя серьезно с вами, не бросил вас после того, как переспал. Это ценно. И отталкиваться от этого, если вы все-таки сами испытываете к нему симпатию, явно не стоит. Да, вот другое дело, если он вам совершенно неприятен, вот тогда, тогда все-таки рекомендую вам поступать именно таким образом, значит, чтобы не обнадеживать человека лишний раз. То есть, вам нужно взять и встретиться, сказать ему откровенно о том, что то, что между вами было, это было хорошо, но к дальнейшем, к дальнейшему отношениям вы, например, не готовы. Нужно сказать ему это мягко, четко, но лаконично. Он это не воспринял, как, например, оскорбление, вот. И, соответственно, далее вам нужно просто-напросто придерживаться своей линии поведения. То есть, вот, сказали ему, например, что не будете с ним встречаться, сказали ему, что не хотите с ним встречаться, то, значит, у вас нет к нему симпатии достаточной. Вот такой, такой линии поведения и старайтесь придерживать. То есть, не отходите от нее, не позволяйте себе, вот, как вот вы пишете, что-то в вас сломилось, и вы решили не, как бы, сопротивляться, да? Вы решили никак не противостоять своему дяде. Но почему вы решили так? Чем вы руководствовались при выборе этого решения? Какими мотивами, какими своими потребностями вы руководствовались? Вот, об этом вам именно подумать. И в следующий раз, в следующий раз, чтобы подобного все-таки не было. Потому что, если подобное будет, то, к сожалению, ситуация будет такова, что вы не сможете адекватно и объективно, что важнее, реагировать на ситуации, которые будут с вами происходить, и отчастие по этому вы не сможете обстаивать свои интересы. Я хотел бы, чтобы вы для себя в этот момент постарались понять, как можно лучше, как можно более, так скажем, полно и так далее. То есть, действовать вам нужно еще раз в своих интересах, но так, чтобы, если вы, вот, какое-то решение приняли, да? Вот, если вы какое-то решение все-таки выбрали для себя, то чтобы этого решения вы в дальнейшем и придерживались. Чтобы не меняли его, потому что, если вы его будете менять, то ситуация, к сожалению, будет такова, что вы себе просто-напросто вот будете вредить. А это, ну, никому на пользу не пойдет, ни вам, ни вашему дяде, ну и вообще, как-либо из окружающих вас людей. Вот, не вините себя за то, что произошло, вы попадали в страхи, получили удовольствие, надеюсь, что словой акт был у вас защищен, защищенным. Вот, не вините себя за это, а главное, дальше вести себя последовательно и четко. Потому что, ну, любой человек может поддаться, поддаться страсти, любой человек может поддаться желаниям, это нормально. Но вот, совсем не взрослое поведение, это когда человек не может выработать такое вот единое решение, единый выбор, единую модель своего поведения. Вот это вот, совсем, к сожалению, не взрослое поведение. И вот этого, по возможности, конечно же, старайтесь избегать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!